На встрече с педагогами ТУВЫ министр образования России Ольга Васильева затронула вопрос обеспечения регионов учебниками и рассказала, что фонд учебных материалов составляет 130 миллионов экземпляров. В этом году фонд пополнился еще на 30 миллионов УМК. Ваша республика обеспечена полностью 100%. Большое спасибо за это. Здесь проблем с учебником нет. Поэтому, когда мы имеем очень яркий, положительный пример по работе с линейками перемешанных учебников по истории, то здесь встало пусть дальше. Знайте, что сейчас у нас в федеральном перечне учебников 1376 учебников. Это фантастически может. И поэтому следующая работа, которую сейчас идет, это тоже получение президента обрисованного министерства, это предложить новые подходы к экспертизе учебникам. Отметила федеральный министр и уровень обучения школы села Эрбик Кызылского района, которую посетила в этот же день. Глава ТУВЫ Шалбанкарола знакомил с условиями обучения в сельских школах. Что я не могу сказать. Да, школа 51-го года, да, туалет на улице. Но все очень достойно и очень достойно, очень большим самым уважением к людям. Если люди, педагоги себя уважают, уважают вместе, когда они работают в школе, уважают детей, то результат будет. И я бы с гордостью сказала, что из пяти пустынков, накончивших в этом году 11 класс, все пяти поступили в высшее учебное заведение. Это, конечно, большая-большая победа. Я поздравляю всех, кто работает в этой школе, и вообще все образование ТВ, потому что это действительно успех. В ходе встречи Ольга Васильева акцентировала внимание педагогов на активное участие детей в Олимпиадах как регионального, так и федерального уровней. Также отметила, что необходимо готовить новые стандарты по предметам. То есть разногласия школьных программ влияют на образовательный процесс, если, к примеру, ребенок переводится в другую школу. Только в углубленном изучении предметов каждый учитель может использовать нестандартные подходы обучения, говорит министр образования России. Каждый ребенок в нашей стране имеет право на доступное и качественное образование, и в это базовое образование должны быть доступны и качественны для всех отзывов. В 2016 году в школу Дувы трудостроили 176 педагогов-мужчин. Ольга Васильева выразила уверенность, что впредь эта тенденция будет расширяться. Кроме того, отмечается, что в России около 3,5 тысяч школ нуждаются в капитальном ремонте, поэтому в первую очередь займутся теми, кто остро нуждается в этом. То, что сегодня есть трудности во всех регионах Российской Федерации и в Республике Тайвера тоже, они во многом здесь объективны. Инфраструктурные проекты, железная дорога, транспортная доступность и все остальное. Но Республика не стоит на месте, это самое главное. Вы сейчас в Ульгене дозвольте. Глава ТУВы Шалбанкорол добавил, что Министерство образования России инициирует разного рода программы поддержки регионов в плане разрешения проблем строительства и оснащения школ. Мне стало известно о том, что на 2018 год Ольга Юрьевна, Министерство образования России, уже поддержало нашу заявку. И мы будем дальше строить школу. Вот это классно. А то, что сейчас буквально в 150 километрах отсюда строится сельская школа с интернатом, это тоже поддержка Министерства образования. Сергей Иванович меня поддерживает во всех наших устремлениях, заявлениях, к которым мы обращаемся в исполнительные органы власти. А сейчас у нас есть возможность в таком мощном порядке обсуждать эти темы. Это здорово. Я только скажу спасибо. Спасибо за то, что доехали. Как поделилась Ольга Васильева, дети-абитуриенты очень хорошие и умные, но не говорящие. Через полтора-два года в школах страны будет введен такой предмет, как устная речь. Также увеличится количество целевых мест в СУЗах и ВУЗах. Это значит, что будет заключен трехсторонний договор с абитуриентом, ВУЗом и работодателем, что должно гарантировать социальную поддержку студента во время обучения. Что делает наш студент, будущий студент в ТУВе? Он обязан, согласно договору, вернуться к месту своего предупреждения и отработать не менее первые предупреждения. Практика показывает, что эти студенты наши нуждаются в подготовке к церемонту в обучении студентов. Это уже очевидно совершенно. Возвращаясь в этом направлении, могу сказать, что не все у нас успешно было. Уделяется большое внимание русскому языку. В ТУВе работают такие проекты, как «Успешный выпускник», межрегиональный проект «Мост дружбы» и федеральный «Ясдам ЕГЭ». Все программы нацелены на улучшение качества образования в регионе.